Я думаю, что мы всегда знали, что это был тяжелый игрок, но если вы пришли к Руме и Казандре, у них качественная команда, я не уверен, что это было очень тяжелым игроком, но на вторую половину, мы доминили очень хорошую команду, и мы вернулись. Он хотел увидеть на поле, больше, пожалуй, шансов было забить во втором тайме у английской команды, они начали показывать хорошую игру, но играли против опытной команды, такой, как Рубин, которая уже выступает долгое время на Еврокубковой арене, и плюс ко всему путешествие в Казань, несмотря на то, что приняли, достаточно доброжелательно было не самым легким, и плюс ко всему играли на достаточно сложном поле. Но в любом случае, эта игра, да, немножко разочарована результатом, и, естественно, разочарована тем, что не увезли очков отсюда, но это футбол. Что вы хотите сказать, как вы можете прокомментировать ваше настоящее положение в группе, да, и именно положение команды? Я думаю, что на взгляд, все чувствовали, что Рубин Казан будет фаворитом, чтобы победить группу. Я не думаю, что это было ни один аргумент об этом, в зависимости от европейской педагоги. Но мы надеялись, что мы видим, что в последние два футболка и Золотовара настоящее, что, как вы знаете, мы деле неcules. Мы уверены, что в последние два года, в разном случае, в последние два года, в Secondом случае, что мы имеем правильный уровень, чтобы у вас донусить программу, конечно, как мы делаем, и если мы делаем, мы закинуться к нам правильным результатам. Мы получили, наконец-то, что у нас было очень много. В первую очередь хочется сказать, что у нас остается, во-первых, естественно, Рубин-Казань на настоящий момент, без сомнения, остается фаворитом группы, мы все это понимаем. Во-вторых, у нас остается два матча с Мари-Бором и Зультоваргом, и мы уже играли против них и показывали хорошие результаты, и надеемся показать хорошие результаты, в том числе и в следующих играх. Также нужно ответить, что не все правильные решения, когда игроки из команды получали желтые карточки, но, возможно, судья не совсем был прав после 51 минут, когда игрок получил желтую карточку со стороны Уигена. И в том числе была достаточно тяжелая ситуация, в связи с тем, что играли 7 игр в течение 21 дня, поэтому команде, возможно, не хватало свежести какой-то на поле, и, соответственно, поэтому такие результаты, но надеемся прогрессировать в группе и показать хорошие результаты, выйти из нее. Я спрашиваю, возможно, доволен ли вы результат? Ну, в принципе, несмотря на то, что показывали хороший английский футбол, и, в принципе, мы, наверное, скорее заслуживаем, команда заслуживает скорее ничьей, да, чем на поражение английской команды, вот. Очень хочется отметить, в том числе, игру вратаря со стороны Рубина, очень хорошо себя показал и спас команду, в принципе, от невинного поражения. В первую очередь хочется отметить, да, несмотря на то, что молодой игрок, он... Имеет доверие тренер, то есть мое доверие непосредственно, он себя показал хорошо во время игры, и самое главное выгоняется сочетанием как молодых игроков, так и взрослых. И именно для молодых игроков мы даем шанс развиваться, и именно выступление на Еврокубковой арене – это шанс для него, особенно с такой командой, как Рубин, который уже на протяжении 5-6 лет участвует в матчах Лиги Европы. Это действительно очень хороший опыт и возможность дать им раскрыться и показать себя.